друзья ну что продолжаем работать значит у нас цель таруса я так думаю пишет что прибытие к 7 вечера к же познавать инка это конечно познавать инка но значит путь пролегает через серпухов и это ребята по сказать знаешь как самолет который пассажирская все авиации они все летят над какими-то аэродромами да как я узнал то есть эти воздушные коридоры проходят на всякий случай что можно было приземлиться поэтому путь будет полегать через серпухов так этого дальнобоя пропустим я бы мог разгоняться быстрее я просто очень-очень берегу свою ракету все разгоны плавные и вот и короче говоря ребята еще раз повторяю что среди необходимых дел самое одно из самых важных на первом месте сейчас у меня это проверка моей ракеты всех систем ну и поддержание систем своего организма то есть в принципе смотри когда так вот со стороны слышишь вот это такую максимум что с главное это здоровье ну когда допустим ставят здоровье над любовными проблемами проблемами отношений то есть главное это здоровье типа все остальное приложится ты понимаешь это и правда и неправда потому что что касается любовных отношений то здесь идеальное здоровье не поможет скажем так и здесь необходим как необходим определенная конечно уловка про что я постоянно говорю в общем-то весь мой канал это гравитационный маневр и еще раз тебе повторяю что если ты думаешь что я как бы искать какой-то степени недоволен собой и не в какой степени я абсолютно доволен собой я очень доволен сейчас часто про это говорю я очень доволен своим каналом объясню почему потому что это вот я уже про это говорил любят поднимать тему быть самим собой что в какое-то творчество камня я не знаю что вот именно так как ты хочешь вот канал он именно такой как не то что даже как я хочу а такой как я есть и вот это ребята за это первую очередь мы должны сказать спасибо ютюбу еще раз тебе повторяю что канал он не мой а наш я просто ведущий и вот здесь я всегда привожу но не всегда недавно я как-то это додумался до такого примера ну вот на телевидении Мухаммед Али ну боксер Мухаммед Али Джо Фрейзер и Джош Форман значит в гостях у известного очень известного американского телеведущего на очень известном шоу ну по типу вечернего урганта ну такое очень известное шоу но оно другое не как вечерний урган но тоже и понимаешь в чем фишка то фишка в том что шоу то вот этого ведущего оно вот как формально ну как он там я не знаю Эд Салливан ну допустим я не знаю кого назвать да но на шоу Эда Салливана Элвис и Битлз понимаешь вот здесь то же самое я конечно сам бываю не промах но еще раз я в каждом видео бы это говорил что мой канал смотрят люди не менее умные чем я и много людей которые намного умнее чем я вот и все вообще еще раз говорю моя умность она заключается в принципе в методе в том что я стремлюсь к широте и стремлюсь к глубине широта и глубина а не остроумие то есть остроумие я вообще небольшой поклонник друг мой каждый день я стремлюсь к каким-то основоположением всегда я к этому стремился к основоположению к тому чтобы значит ну короче понимаешь чтобы каждый день была какая-то стабильность то есть вообще говоря я такой во многом очень зажиточный бюргер немец есть такое дело и в общем в метафизике то же самое поэтому мне всегда это в Канте нравилось вот в моей юности я был поклонник Канта я сейчас его поклонник и вот эти понятия основоположения основоположения еще раз основоположения это вот то что я ищу каждый день то есть в принципе чего-то такого фонтанирующего значит вот это брызгать всякими жидкостями это я не особо это люблю я очень как ты уже знаешь я все время про это говорю что я склонен к истерическим состояниям к экзальтированным я очень обостренно на все реагирую ну соответственно к упадническим настроениям также очень склонен но опять же я про это говорю сейчас все время повторяюсь есть блогерша кстати нормальная очень хорошая девушка ну у нее там бурно развивается канал и чем он бурнее развивается тем у нее как говорится бурнее восторг то есть прямо видно как она значит вся она приподнимается приподнимается уже того и гляди полетит прямо вот вот этого умасленного восхищенного состояния вот это мне категорически не нравится я бы знаешь я тебе говорю что с одной стороны это звучит как высокомерие но я всегда про это говорю что я всегда знал кто я есть и если я конечно скажу что успех или не успех мне все равно это конечно может быть я немножечко преувеличу конечно не все равно но присутствует такой момент что я знаю заранее то что успех будет это во первых а во вторых я рассматриваю успех как вторичное что-то просто знаю кто есть я бы хотел я любитель так же как и многие чего-то железобетонного но что железобетонное чтобы это был я сам и почва под моими ногами вот и все вот это я бы хотел чтобы было тот канал который у нас сейчас есть меня полностью устраивает меня полностью устраивает если увидела два просмотра друзья мои я тебе даже скажу может быть к такую хромову но меня даже устраивает когда ноль просмотров я тебе просто говорю все как как я мысляю а уже там разбираться будем позднее поэтому я уже тоже говорил я бы хотел конечно как и любой кто как и любой ютюбер чтобы я был как Куплинов как Ивлеева и так далее что значит серебряная золотая кнопка ютюба конечно естественно я бы этого хотел но я действительно считаю что ютюб полностью ко мне справедлив вот именно справедлив понимаешь не больше не меньше то есть он очень много для меня сделал и то что канал до сих пор не миллионный это абсолютно так и есть понимаешь так и должно быть и то что уже сейчас есть то чего безусловно мы достигли я просто хотел бы чтобы это продолжалось и все так здесь хоть бы знак повесили чтобы здесь снизить скорость он видишь максимум на 70 км сейчас может вписаться в поворот значит еще раз говорю сейчас проходим через серпухов и сейчас буду мониторить значит состояние дня так аккуратненько никого нет и если уже будет как-то жестко темнеть то развернусь и все все так что так Продолжение следует...